здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале сегодня речь пойдет конечно же о наших любимых орхидейках но и не только сегодня я вам расскажу как я содержу в домашних условиях живой мог сфагну потому что мне стали задавать очень много вопросов именно о зимнем содержании этого мха дома чтобы он не пропал собственно и продолжал расти и в горшочках у наших орхидей куда мы его подкладываем для корневой системы и вот в емкости когда в которых мы его содержим непосредственно на вот на хранение до чтобы при следующей посадке доложить его в горшоте собственно я сначала хотела показать как этот мох живет в горшочках как он там прорастает показать что он там не пропадает корни на него очень хорошо реагируют но я хотела вам так посоветовать и сказать что мох не очень хорошо живет с перлитом если вы в посадку добавляете перлит тогда лучше живой мог не ложить или если вы ложите мог то лучше тогда не добавлять перлит это мои лично мои наблюдения поэтому можете попробовать да и сравнить может быть у вас будет все по-другому у меня как так с керамзитом мог очень хорошо растет я вам сейчас это покажу и у меня сейчас практически все посадки идут живым ху где я добавляю керамзит собственно возможно это будет кора крупной фракции и живым он отлично там растет я вот вам хотела показать да я его добавляю даже в такие горшочки как арте они не полностью прозрачные данью такие вот матовые вот но мог там хорошо себя чувствую сейчас я вам это покажу мог там зелененький он не пропадает и не знаю сейчас как будет видно а вот вот с этой стороны зеленые макушечки они все тянутся вверх хотя эта посадка у нас относительно свеженькая я вам сейчас покажу ту орхидейку которую я самую первую до когда мне прислали этот живой мох вот я самую первую орхидейку посадила с добавлением живого мха в закрытую систему в керамзит сейчас вам покажу состояние этого мха на сегодняшний день видите макушечки тянут совсем вверх вот здесь особенно хорошо видно вот смотрите как красиво вот они растут и вот видите как высоко уже поднялась макушечка и она практически вот у самого верха это говорит еще о том что керамзит хорошо передает влагу наверх от водоросли конечно нас наверное закрытой системе никто не спасет вот но это не мешает мху расти да вот водоросли зелень нарастает но мог себя хорошо так чувствует там микрофлора очень хорошая и корни себя замечательно чувствуют и растут вы посмотрите какой жирненький корешочек скоро будет вот он углубляться и вниз расти видите вот какие жирненькие жирненькие корешки у нас два цветоноса кстати она их выпустила как раз таки после пересадки вот такой даже закрытая система керамзит и живой мог я добавляла и она выпустила два цветоноса орхидеи кубка те кто давно на моем канале прекрасно знают я ее купила на очень сильно было похоже на жемчужину императора а вот но распустилась домашним цвете не просто розовый причем светло-розовый меня это очень сильно удивило а вот теперь жду очень сильно жду домашнего цветения потому что мутация бывает я думаю орхоманы об этом прекрасно знают что даже вот например у диких котов цветочки бутончики чаще всего дома распускаются такие все закрученные другого цвета такие кракозяблики можно сказать вот поэтому я надеюсь что распустятся темно-бордовые с белым кантом цветы вот на и на этой красотке цветочков должно быть много потому что смотрите у нас бутончики вот продолжают продолжают расти на этой веточке тоже в принципе они достаточно хорошо растут и кстати вот этот лист тоже уже вырос после пересадки в живом ок смотрите насколько он больше он прям огромный такой лопух вырос вот поэтому я я считаю что если у вас есть возможность найти живом ок и давай добавить его при посадке наших орхидей то это замечательно добавлять и единственное что я заметила в таких знаете на фитильном поливе горшочках которые белые вот я всегда их показаны они очень нравятся там живой мог не растет он конечно не портится не разлагается не гниет он просто как лежит там знаете как такая тоже влажная подушечка да и внутри как влажная прослойка но он не растет не хватает видимо ему света вот в этом белом мешке вот хотел вам еще показать катарину который совершенно не было корней там осталось парочку гнилых вот она растет вот так вот да таким двойным можно сказать горшочком самодельным мог там тоже замечательно себя чувствуете чувствует видите он там зелененький растет и кстати растение нашего начала растить корни там такого тоже жирненький нет наверно того не будет видно сейчас разверну камеру и покажу вам как она себя чувствует и что она начала нам растить жирненький хороший корешочек и Потом как раз покажу, как я содержу этот мох, для того, чтобы он не портился зимой. Вот такой вот у нас растёт жирненький корешочек. Кстати, те корни, которые остались в горшочке, они не догнили, они просто затормозили. Конечно же, я ей помогала препаратами. Я её опрыскивала препаратом хлорелла. Вот сейчас излюбленный препарат, его сейчас все пробуют, все хвалят, всем нравится. Но прям супер, конечно, эффекта я не увидела. Корни пошли расти после коктейля янтарная кислота НВ-101. Немножечко она вот так вот потеряла тургор, поэтому я хочу обрезать ей цветы. Как бы жалко не было цветочки, но я вам говорила, если она хотя бы чуть-чуть начнёт терять тургор, я обрежу цветонос, вот, чем я сейчас и заявусь. Я возьму обычные ножницы и обрежу по живую почку. Вот, собственно, вот в этом месте, вот так вот, чик, и всё. Цветочки можно поставить в водичку, они ещё какое-то время постоят. Можно было бы отрезать по длине веточку, она бы тогда стояла дольше. Но я хочу оставить живые почки с тем, знаете, расчётом, что она сейчас нарастит корни. Она уже их растит, и чтобы они были такие жирненькие, хорошие. Для этого я обрезала цветы, вот, но когда только корни, на это будет их побольше, она пробудит нам почку на старом цветоносе. Мне кажется, она его сушить не будет, вот, потому что она вообще ни одного цветочка не засушила за время, вот, как я её купила. И по сегодняшний день, сколько было у неё цветочков, столько и осталось. Можете даже посмотреть по хронологии видео. Вот, если бы она не стала, вот так вот, видите, немножечко, как вот начали морщиться листики, если бы не стал теряться тургор, я бы их оставила. Но сейчас я рассчитываю на то, что она быстрее начнёт растить корни. Хотя куда ещё быстрее, вот, этот жирненький корешочек стал расти буквально после первой обработки коктейлям янтарная кислота плюс НВ-101. После второй обработки, видите, он прям жирненький такой растёт. Вот, и я не вижу ещё корешочков, поэтому, ну, перестрахуюсь я, обрежу я эти цветы, чтобы быстрее стали, чтобы она не отнимала силы, цветочки у неё не отнимали, чтобы она начала уже растить и полноценные жирненькие корешочки, не один, а много. Вот, теперь её ничего не будет отвлекать, а как она нарастет корни, выпустит нам боковую почечку. Вот, сейчас вам ещё поближе покажу. Вот, видите, какой жирненький мух тут растёт. Обычно мух хорошо растёт с одной стороны, а с другой не очень хорошо. Видите? Ну, ничего страшного, он везде растёт, просто где-то поменьше, где-то побольше. Так, и, собственно, я вам покажу, как я храню живой мох. Не знаю, я ещё ни у кого такого не видела, это я придумала, потому что у меня не было лишнего контейнера для того, чтобы положить туда мох и, собственно, выращивать. Я придумала вот такой вот способ. Я часто использую этот мох, поэтому у меня его осталось не так много, и мне хочется, чтобы он разросся. Я в бутылке, это у меня, по-моему, 2,5, была литра, это не 5-литровая, чуть-чуть поменьше, 2,5, по-моему. Я вот так вот вырезала здесь, такую крышечку сделала и положила туда мох. Смотрите, он там отлично растёт. Видите, видно, что есть конденсат. Макушечки все стоят, всё с ним замечательно. Мху обязательно должен быть светом. Эта бутылочка с мхом стоит у меня также на подоконнике вместе со всеми орхидеями. И мох хорошо растёт. Если вы его уберёте где-то, знаете, там под ванну положите или, там, я не знаю, куда-то в тёмный угол, мох не станет расти, потому что ему для света, точнее для роста нужен свет. Кто-то мне писал, что мох даже замораживает, но, естественно, и что при разморозке он остаётся живой. Да, это так, потому что мох произрастает, знаете, ближе к северу, ну, получается, севернее нашей страны, потому что вот в Краснодарском крае сфагнум не растёт. Он растёт ближе к северу. Вот. В лесах ближе к северу, да, в северной части России, можно так сказать. Вот. И, конечно же, там большие морозы, и он, получается, под снегом, мороз, да, под листвой. Он там живёт всю зиму, потом, когда снег тает, он там абсолютно живёт. Да, это так. Но в это время он не растёт. Он начинает расти с появлением света, с появлением хоть какого-то тепла. Вот. Поэтому, собственно, чтобы мох рос, должна быть вот такая вот тепличка сделана, чтобы была влажность. Я этот мох опрыскиваю, вот. Но это я делаю редко, потому что там, вот видите, как тепличка, конденсат, и там такая влажность очень хорошая. Я ничем даже не заклеивала вот эту прорезь, которую делала. Она вот так вот отлично, в принципе, держит влагу, всё замечательно. Вот. Если у вас есть какая-то орхидейка без корней, реанимашка, её можно прям положить в эту тепличку, что тоже очень удобно для реанимации ваших орхидей. Потому что я свои орхидеи всегда реанимирую в тепличке. Если они без корней, они у меня реанимируются так. Поэтому можно тоже, как вот вариант теплички с живым хом идеально положить туда. Я думаю, что орхидейки ваши вам скажут за это только спасибо. Поэтому, конечно, можно мох выращивать и вот в таких вот вазочках, смотрите. Положить на дно, закрыть пакетиком или какой-то крышечкой. Он тоже так будет отлично расти. Вот. Но этот способ более бюджетный. Не нужен ни контейнер, ни вазочки. Вот. Просто обычная бутылка. Можно даже использовать бутылку поменьше. Вот. Но мох растёт, поэтому макушки начинают упираться в крышечку. Поэтому лучше взять даже пятилитровую бутылку, также прорезать и положить. Это очень бюджетный вариант. И не нужно искать какие-то дополнительные средства. Поэтому берите на заметку, выращивайте так мох. Я думаю, что и вам понравится, и мху вашему понравится. И всё будет у вас замечательно. Всем любви, удачи. Всем пока-пока, мои хорошие. Надеюсь, вам моё видео было очень полезно. И не забывайте, кстати, ставить лайки. Вот. И проверять, нажали вы колокольчик или нет. Чтобы не пропускать мои новые видео. Всё. До встречи.